11 января в зале городского собрания состоялось заседание комиссии по развитию. В повестке дня было два вопроса. Второй – чтение бюджета города на 2023 год и предложение от членов комиссии. Также был рассмотрен анализ организации сети образовательных, культурно-просветительских учреждений и ее альтернатив. Сегодня была очень эмоциональная комиссия по развитию. Сегодня рассматриваю вопрос предложения в дополнительный бюджет 2023 год. Было очень много споров. Хотелось бы ответить хорошую работу члена комиссии Антона Макарева, который достаточно серьезно, скрупулезно подошел, сделал очень хороший доклад со своими предложениями, где можно изыскать средства, какие средства необходимы. Достаточно очень интересная дискуссия была. Я смотрю, что в 2023 году люди достаточно становятся очень активными для развития города. И второй вопрос – это разбирали еще разочек анализ, который был предоставлен в 2022 году городским управлением. Было очень много уточняющих вопросов. Это еще раз показывает о том, что депутаты в Селомейском городском управлении не просто приходят и принимают решения, а достаточно серьезно работают над документами, которые представляет Селомейское городское управление и дает активные рекомендации, свои взгляды на жизнь, на развитие дальнейшего города, потому что члены нашей комиссии достаточно опытные, профессиональные в своих отраслях. Член комиссии по развитию Антон Макарев внес 8 предложений в бюджет города. Если говорить о самых главных из них, то первый пункт – это предложение было увеличить финансирование города на школьное питание, для того, чтобы обеспечивать детям города более качественное и здоровое питание в школах. Второе предложение было, возможно, оно сейчас не самое популярное, но в виде ситуации, которая происходит у нас со специалистами в городе, в виде ситуации с конкурсами, которые организуются в городе и как они проходят, я считаю нужным довести уровень заработных плат хотя бы в городском управлении до уровня соседних самоуправлений, для того, чтобы мы могли сюда привлекать специалистов и чтобы работа выполнялась качественно. Поэтому предложение было такое – это увеличить фонд заработной платы городского управления на 25% за счет инвестиционной деятельности. Третье предложение было, коротко, это увеличить финансирование спортивных клубов в городе на 20%, потому что, несмотря на предложенное увеличение, необходимо все-таки дополнительно эту сферу стимулировать, в том плане, что спортивная жизнь в городе, чтобы она развивалась дальше, чтобы у нас было больше достижений в спортивных клубах и, самое главное, дети могли больше участвовать в спортивных секциях и участвовать в различных соревнованиях в Эстонии. Также предложение у меня касалось крупное – это заложить деньги в бюджете на поддержку квартирных товариществ для того, чтобы произвести переход на новую систему сбора мусора. В этом году предстоит огромная работа, предстоит быть сделанной, и город должен выделить существенные средства для того, чтобы поддержать квартирные товарищества и их стимулировать, использовать более качественные, более чистые и лучшие решения, как, например, создание закрытых домиков и отходов, или же, как, например, я сам хочу, например, использовать такую систему – это максимально использовать заглубленные контейнеры, которые эстетично выглядят, действительно удобны для пользования и никаким образом не нарушат визуальный вид города и вид дворов. Следующее предложение касалось, опять же, реконструкции бульвара Виру, которая была в первом чтении предложена чисто за городские деньги. Я считаю это неправильным, потому что сейчас в 2023 году открывается огромное количество фондов Европейского Союза, финансирование разных программ, и в каждом из них требуется наличие самофинансирования, как минимум 30%, поэтому необходимо институционную деятельность сейчас планировать так, чтобы средства городские, либо это, может быть, кредитные деньги, они шли на обеспечение самофинансирования, но никак не полностью на огромные строительные работы. Предложение было такое – это сделать сейчас проектирование бульвара Виру, понять его реальную стоимость, стоимость каждого этапа, и затем уже планомерно его реализовывать с привлечением средств из различных фондов. И еще одно крупное предложение, которое следует, наверное, здесь учесть, это, опять же, связано с открыванием различных программ европейских фондов, это строительство или реконструкция нашего стадиона Калев. У нас у города есть готовый строительный проект, открывается сейчас программа, которая финансирует такие работы, которые позволяют привлечь порядка пяти миллионов евро на подобного рода работы. Я не говорю, что нужно их все использовать, например, на строительство стадиона, но начать эту работу можно уже в этом году. Член комиссии по развитию Арно Косинит также внес два предложения в бюджет. Одно из них, например, увеличить детское пособие по рождению. Антон Макарев тули välja ома ettepanekutega päris mitmes valkonnas suurendada kulutusi Вигемени eelarvet selleks, et katta kulutusi. Ja minu poolt oli ka kaks ettepanekut. Ja üks näendest puudutab Sillamäe linna lapsi. Koolidirektori on olema huvitatud, et Sillamäe linnas oleks lapsi rohkem, et nad tuleksid Sillamäe koolidesse ja lasteajadadesse. И я же желаю, что смена вращевания тướпать в стадавку, что из этого национального центра, это 2-х, то теперь есть 300-еурот, но 300-еурот на ней же огромное количество сумма. И если у меня ластев снизил, то может быть исчез. В burк, что смена вращевания 600 июрони сигнализ, иначе активность. В России о том, что в Куре они olожатся лейтажей. И вот такая же момента. aneworkи живет, в том, что в Куре-П sleи, когда Куре лейтаж идет основе, не под 아니�ами, но и не в 60 евро. В том числе, когда мы привели к araбному коку, и в этом рынке, Вопрос анализа и оптимизации сети образовательных культурно-просветительских учреждений прокомментировали Александр Гильди и Ольга Пихлок. Количество жителей города Силамия, которое в своем максимуме было около 20-22 тысяч. Сегодня мы имеем практически в два раза меньше, соответственно и площадей так много больше не нужно. Поэтому в любом случае, как бы мы сейчас не перераспределяли школы, кружки по интересам и прочее общество, все придет к тому, что какие-то здания придется ликвидировать и сносить. Да, сегодня действительно была снова обсуждена оптимизация в городе Силамия образовательной среды. И хочется отметить то, что идет сейчас, запущен уже процесс того, чтобы передать Силамийскую основную школу государству и в том числе Силамийскую гимназию. И, конечно, данное решение, оно снизит значительно нагрузку на городской бюджет. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.